С 2005 года астрономия как отдельный предмет перестала преподаваться в российских школах. Азы астрономических знаний давались детям в младших классах в рамках предмета «Окружающий мир», после чего астрономия исчезает из программ. Результаты такого пробела не замедлили сказаться. Согласно соцопросам в ЦИОМа, с 2007 по 2011 год доля россиян, уверенных, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, выросло с 29 до 33 процентов. И это при том, что Россия позиционирует себя как космическая держава. С прошлого года во всех общеобразовательных школах Славянского района, как и по всей стране, начиная с 10 класса, урок астрономии был возвращен. Приоткрывают завесу космических тайн перед учащимися учителя физики. Для многих педагогов, имеющих большой стаж и опыт работы, это не проблема. Помогают им в этом новые учебники по астрономии, разработанные с учетом серьезных изменений, произошедших за последние десятилетия в дисциплине. Презентацию главных астрономических учебных пособий для педагогической общественности Славянского района на базе первого лицея на днях провела кандидат педагогических наук методист корпорации «Российский учебник» Анна Пешкова. Она отметила, что учебник Бориса Воронцова-Вильяминова, написанный в соавторстве с Евгением Страутом, соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и предназначен для изучения астрономии на базовом уровне. В нём сохранена классическая структура изложения учебного материала, при этом большое внимание уделено современному состоянию науки. Новые устоявшиеся данные по исследованию небесных тел с космических аппаратов и современных крупных наземных и космических телескопов нашли своё место в учебнике. Учебный план преподавания астрономии каждая школа разрабатывает самостоятельно. Но своеобразной проверкой исполнения этого положения станет появление отдельных вопросов по астрономии при сдаче ЕГЭ по физике. В физике появилось 24-е задание. В прошлом году дети наши писали трикстяковое задание. В этом году задание раздвинули и вклинилось между ними 24-е, которое как раз и составлено на материальную страну. Будет ли ЕГЭ по астрономии? Чётко сказали, что ЕГЭ по астрономии не будет. Почему ЕГЭ не будет? Ну, во-первых, потому что астрономии на базовом уровне изучают. Проверяют чаще и не повышенный уровень, для того, чтобы ребёнок опять же отнёс документы в институт. Не отдельный институт в нашей стране. ЕГЭ по астрономии не берёт. Остаётся от ЕГЭ, ЕГЭ по физике. Мария Климова, Константин Монстыренко, программа «События». Отличная! Астрономии не берут. Продолжение следует...